Эпизод второй подкаста «Find Your Bee». Добро пожаловать в подкаст «Find Your Bee». Найди в себе Батыра. Ты запутался и устал от того, что тебе навязывает общество. Родные и друзья хотят, чтобы были оправданы их ожидания. Желая не упасть в глазах других, мы следуем чужим целям и получаем одобрение окружающих. Примеряя те или иные роли, мы перестаем чувствовать свой внутренний голос и истинные желания. День за днем мы предаем себя и наши мечты. Наш подкаст для тех, кто хочет обрести внутреннюю свободу и посмотреть на жизнь под другим углом. Мы беседуем с разными людьми, теми, кто не принял правила игры нашей действительности и нашел путь к истинному «я» и своему счастью. Мы говорим о самопознании и разных возможностях для развития. Ты не один. Пора проснуться и найти в себе Баттера. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Карен Альбазаров. Сегодня у нас второй эпизод подкаста «Find your be». У нас в гостях Турико Женгабылов, человек невероятной дисциплины и силы воли. Турико является инженером по бурению в компании «Эксонмобил», выпускником программы «Булла Шак», закончил университет Оклахомы в США. Немало лет провел в Австралии, в городе Мельбурн, также по работе в компании «Эксонмобил». «Эксонмобил», и сегодня он у нас в эфире. Привет, Турико. Добрый день, Хайджан. Как дела? Ничего, отлично. Как у тебя? У меня все хорошо. Турико, расскажи о себе. Может быть, я что-то упустил из описания. Ты фактически все рассказал. За границей учился. До этого в КТЛ учился, в Казахстанской Турикской лицеи, в Атроу. В 2005 году закончил, в 2006 за границей уехал. В 2010 закончил, вернулся пару лет, поработал в «Эксонмобиле» здесь, на «Эксонмобиле», на «Кошаганском проекте». Потом поехал, как ты говорил, в Австралию на три года. Через три года вернулся, сейчас в ТШО. На неопределенное время тоже. Работаю инженером по бурению. И заканчиваю. Ну, краткая история о том, как мы познакомились с Туриколом. Это был 2008 год, в городе Атроу. Я тогда был на практике в компании ТШО. И Турикол был должен на практике. Как-то утром мне позвонила другая практиканка и говорит, «Кайржан, срочно приезжай, у нас новый практикант, я его боюсь». Думаю, что за черт, ну ладно, поеду. И приезжаю. Действительно, дрожат стекла, атмосфера такой тревоги. Высокий парень в очках, кудрявый, самоуверенный, такой агрессор. Агрессор в хорошем понимании этого слова. Человек, знающий, чего хочет, уверенно смотрящий вперед. И мы долго общались в Атерау, общение переросло в дружбу. И уже 9 лет мы общаемся постоянно. И меня всегда интересовало то, что внутри тебя сидит такое. Что это? Это такой механизм выживания, способ достичь успеха, что ты выработал в себе. Либо это что-то природное, что было с тобой всегда, и ты просто действуешь натурально. Ну, думаю, это генетически от родителей пришло. Это генетически. Не знаю, некоторые говорят про философии буддизма или другим. Люди разные, рождаются с разным зарядом энергии. И на разное время его хватает каждому. Так что энергия есть пока. Работать. Ну, не знаю, электролюди, я считаю, только какими рождаются. Энергичными, другие неэнергичные, интроверты, экстраверты. То есть ты таким был всегда, если ты ничего не делал? Ну, может быть, да. Наверное, да. Замкнутым я никогда не был, наверное, специально так. Не совсем, может, традиционное казахское воспитание. Воспитание такое, меня никогда замкнутым не держали. Я просто заметил, у нас в Казахстане очень много людей замкнутых. У многих комплексы, у других стесняемость и так далее, и так далее. Ну, что тебе в детстве говорили, либо что тебе не говорили? Ну, я не знаю, что мне в детстве говорили. Мне конкретно так ничего не говорили. Но, возможно, просто сильно не ограничивали. Сильно не ограничивали из-за этого. Ограничивали, конечно, в поступках, чтобы я не гулял до ночи, не пил, не курил. Такие ограничения, конечно, были. А именно ограничения в общении, ограничения в инициативе, такого у меня не было. Понятно. А давай, Турикул, поговорим о программе «Болошак». Ты учился по этой программе. Многие наши друзья учились. Но, я думаю, аудитория нашей программы будет очень широкая и разношерстная. Что бы ты сказал тем, кто считает, что все по «Болошаку» решается по звонку, что это удел богатых, блатных. Простым там делать нечего. Ну, они глубоко ошибаются. По «Болошаке» я вот с кем учился. Все ребята из простых семей, трудолюбивые, друзья многие мои. Из обычных семей трудолюбивые просто успех имели в школе, старались, учились. До 2005 года, да, там единицы ездили. О них я ничего говорить не могу. Может, они родственники чьи-то там важных людей или нет. Я ничего не могу сказать. Но начиная с 2005 года, именно с 2006 года, «Болошак» уже как бы стал массовым. Из моего класса только человек 15, наверное, отучилась по «Болошаку». Или как минимум 10, я точно знаю, отучилась по «Болошаку». И, в принципе, она, как бы, я бы не сказал, что она там купленная программа или там уровень коррупции высокий. Не отрицаю, что она там есть, я не знаю. Но, как, по видимости, это «perception» называется, по видимости, процентов 80-90 даже, больше 90% они сами поступившие. Да и критерии для отбора не были такими жесткими. Когда я поступал, они не были прямо очень жесткими. Сейчас они усложнились, но когда я поступал, они не были очень жесткими. Были хорошие, но не очень жесткие. Ясно. Вот ты отучился в США, ты поработал в Австралии, поработал в Казахстане. Какие бы различия ты выделил в том, как люди относятся к работе, в их work ethic, то есть рабочей этике, в том, как они общаются между собой? Ну, work ethic, мотивация, это все движется менеджментом. Если менеджмент хороший, если менеджер плохой, он работает в Австралии, у него work ethic, и все это будет на низком уровне. А если в Казахстане он хороший, другой менеджер, и он умеет людей мотивировать, команду держать, приоритеты наставлять людям, то мотивация хорошая будет. Все зависит от менеджмента, зачастую. Люди тоже, конечно, качеством отличаются. Там более ленивые люди, там менее знаменимые люди. Но, как таково, я среди казахов, я не заметил людей, которые не хотят работать, не хотят трудиться. Казахов, я считаю, в основном, ну, если даже developed countries around, то есть работоспособность, интеллектуальный уровень, мы их не можем. Ну, почему мы там, где мы сейчас есть? Там, а не где сейчас есть, ну, во-первых, у нас страна молодая, во-вторых, у нас системные ошибки, я считаю, если правительство визы, системные ошибки, которые нуждаются в исправлении. Такой вопрос. Какие были главные препятствия на твоем пути, на пути к твоим текущим достижениям? И как ты их преодолел? Как таково препятствий не было, просто приходилось много работать. Главное, много работать, стресс был на работе, да. Как бы, за границей у меня был стресс, там, работы много. Но все это преодолеваемо. Как бы, многие люди, работая в корпоративной культуре, в больших корпорациях, где требуется большая производительность от людей, они или не справляются, или ломаются, или начинают уже изворачиваться, становятся политиками, чтобы выжить. Но у меня такого не было, надо быть искренним самим собой. То есть ты должен дело свое, во-первых, любить. Дело должно свое любить и делать его добросовестно. А если ты будешь изворяться, не делать добросовестно свое дело, придумывать что-то, обманывать самого себя или других, я в этом смысла не вижу. Это пустая трата времени. Ну вот, любовь к работе, о которой ты упомянул, мне кажется, это очень редкая вещь в наше время. У многих любовь к работе, наверное, маскируется под желанием работать в хороших условиях, получать хорошую зарплату, соцпакет, быть в коллективе, не сидеть дома, самотверждаться социально. Вот что тобой движет? Интерес. Зарплата тоже, конечно, но, во-первых, интерес. При такой же зарплате я могу с меньшим интересом работать, с таким же успехом. Но у меня есть интерес к работе. У меня есть желание, как говорят американцы, add value, то есть быть полезным на работе. Не просто свою работу делать, а быть полезным, где бы ты ни был. Работе, коллективу, обществу. Я не знаю, люди разные просто по психологии, по менталитету. И все считают, что я никому ничем не обязан, я свою работу делаю, и каждый так. Но это, кажется, такие факторы, такие высказывания, они только тормозят казахов. Тормозят развитие кадров. Ну, работу любить надо, и уважать других тоже коллег. В конечном итоге мы должны брать что-то с работы. Как бы друзей там находить, возможно, опыта набираться, какой-то скиллсет брать, умение какое-то, навыки брать, там, communication, technical skills, там, performance skills. Такие вещи надо с работы брать. По большому счету, мы все эмплои. Мы работаем на корпорацию. То есть ты маленький винтик в этой системе. Как это так и нет, это многих людей демотивирует. Но оно не должно там демотивировать. Тем более, что ты молодой кадр. Ты молодой перед тобой вся жизнь. Учиться надо на работе. Коллег, кто постарше и кто знает побольше. Остановись. Услышь себя и полюби себя. Find Your Bee. Подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourbee.com В последнее время я часто слышу такие высказывания от наших соотечественников. Нафиг работать на дядьку, на капиталистов. Вот если бы это было мое дело, я бы по-другому работал. И вот так они юзают компании. Считают, что это западло работать на капиталистов, на иностранные компании, вообще на кого угодно. Что ты можешь по этому поводу сказать? Ну, я с ними соглашусь. Это просто разница в том, тебе нравится или нет. Работа. Ты делаешь работу, корпорация развивается, и ты от этого удовольствие получаешь. Я людей-патриоты видел в своей компании, которые рады, что компания где-то там, нефтяный филд открыла где-то далеко. Ну, они рады. Ну, в принципе, я тоже рад. Хотя я не являюсь акционером. Многие иностранцы являются акционером компании, которые, я не являюсь акционером. Ну, как ты говоришь, спросил, типа, вот, зачем на дядьку работать и что-то такое. Ну, это, я считаю, зачастую это отмазка у людей. Ой, я не хочу на дядьку работать. Ну, а что ты тогда хочешь? Я ему в ответ скажу. Вот он скажет, я хочу бизнес. Ну, делай тогда бизнес. Тебе нужны деньги, тебе нужен капитал. Чтобы какой-то существенный бизнес сделать, тебе нужен существенный капитал здесь. А нажить его как можно. Работая, набирая опыт. Тот же самый опыт работы в компании ты можешь применить в своем личном бизнесе. Те же связи можешь даже использовать, если нажил, допустим. Ну, не знаю, люди говорят, надо дядьку работать, все такое. Зачем? Ну, тогда не работай, тогда иди домой. Go home. Домой иди, если не хочешь работать. У меня более такой капиталистический склад ума настал, наступил. Зачастую заметил, что люди в Казахстане, они как бы не хотят ничего лишнего делать, не хотят то делать, не хотят все делать. Ну, мотивации нет, или я не знаю, чего. Мотивации нет, наверное, скорее всего. Меня, я стараюсь дать мотивацию людям. Ты так не говори, зачем? Ты же молодой, все такое. Из-за чего? Из-за того, что как бы Казахстан с юзбором кунгурец у многих. Кунгурец – это грань выживания у многих людей. У них зарплаты хватает, то следующие зарплаты. То есть у него нет ни накопления, ни инвестиций, ни капитала никакого, ни активов. У многих людей как бы это сложно мотивироваться и жить хорошо. Ничего тебя не мотивирует. Все, что ты вкалываешь, все это уходит в тот же день. Вот это вот сложно. Вот этим людям действительно в жизни сложнее, чем, допустим, мне или другим людям, у кого зарплаты получше. Кому удается экономить? Еще знаю, что может демотивировать в Казахстане. У нас, допустим, человек получил хороший диплом, хорошее образование имеет, он зарабатывает свои полторы-две тысячи долларов в месяц и копит на что-то. И тут какой-нибудь приходит парень, вообще без образования какой-то, левый, может быть, купленный диплом, но наглый, самоуверенный и рубит бабло. То есть какие-то схемы, откаты, и это демотивирует. Тут, допустим, в Дании здесь невозможно никакой получить шорткат, никакой байпас. Ты делаешь все от ад до я, и все знают, что это единственный возможный путь, альтернативы нет. Надо работать упорно, и все будет хорошо. Основная масса людей, кто без образования поднялся или что, ну основная масса, естественно, индивидуумно, редкий. Основная масса людей поднялся за счет чего? За счет влияния, за счет продуктов работы, движения своих родителей или родных. Основная масса, так, я скажу, сколько бизнесменов знаю, сколько людей, у кого есть существенный капитал, какие-то строительные компании или еще что-то. Они, в основном, подняли за движение своих родителей. Ну не обязательно родители. Многие же у нас приезжают, сами всего достигают за счет откатов, тендеров, взяток, известный путь. И все нормально. Ну это меня не демотивирует. Меня, как бы, финансово, конечно, мне хотелось бы иметь побольше зарплаты, побольше денег, но это не самое главное. Я хочу профессионалам быть. Ну, у меня проценты такие, я хочу профессионалам быть. Я считаю, что в Казани очень мало профессионалов. У нас, ну, бизнесмены, это все хорошо, конечно, рабочие места создают, все такое. Но если все будут бизнесменами, у нас страна большой базар превратится. Которые будут приходить, другие нефтяные компании, ресурсы добывать и уходить. Потому что те же самые бизнесмены, они, ну, денег у них много, но они не профессионалы. Они не профессионалы, они просто торгаши, барыги. По большому счету, они барыги, торгаши. А нам в стране, я думаю, нужны профессионалы. Чтобы уверенным быть в своих возможностях. Многие бизнесмены плохо спят, потому что они не совсем уверены. Завтрашнее мнение, там, будет у него сделка или нет, что случится. А если ты профессионал, хоть даже без денег, как бы, всю тебе здоровье вести, работу найдешь. Ну, в нашей стране нужны профессионалы, просто я так считаю. Архитекторы, инженеры, врачи, деятели культуры. Нужны профессионалы. А то мы, как страна, как народ, одни, как торгаши, допустим, Ливан, страна такая. Там, в основном, значит, бизнеса люди живут. Ну, посмотреть на страну, там, 5 миллионов народ живет в самом Ливане. За границей диаспора живет 15 миллионов. Я не хочу такого будущего в нашей стране. Я хочу, чтобы мы сами были self-contained. То есть, своими же ресурсами сами управляли, своими деньгами сами управляли, сами все сами развивали. Ну, в примере я могу Австралию, допустим, дать. Они, как бы, от доллара зависят, но у них есть все свое производство. Свои инженеры, свои компании. Свои даже мелкие IT-компании. Все есть свое. Даже космическая отрасль есть, мелкая. Хотя население у них там ненамного больше, чем в Казахстане. Там, 22 миллиона. Так вот. Ну, это мое сугубо личное мнение, как бы. У меня цели другие, там. У других людей другие цели. Хотят побольше капитала иметь, побольше денег иметь. Но все так хотят. Какие у тебя цели? Цели? Ну, я хочу профессионалом быть. Пока чувствую себя карьерный рост. Хочу карьерности, хочу иметь профессиональный рост. Пока меня это мотивирует. Пока у меня есть мотивация, пока мне хочется идти на работу в 6 утра. Пока это у меня есть, я это хочу делать. Если это у меня не будет, если это у меня пропадет, то я задумываюсь над другими. Профессионально, как бы, рост, знания иметь. Мне это нравится. Сейчас, в конце концов, за счет бизнесменов, за счет всего, за счет торгашей, в нашей стране уже много этих бизнесменов, движников всяких. Ну, мы же на месте топчемся. Даже в ней сидим, наверное. Так вот. Да. Такой вопрос. Считается, что зарубежное образование, заграничные стажировки, работа за рубежом, все это ключ к эмиграции. Это шанс закрепиться в чужой стране. Уехать из Казахстана. И я сам возвращался в Казахстан дважды. Сначала из Франции, потом из США. Сейчас я, правда, тоже за границей, в Дании. Но мыслей остаться тут надолго навсегда у меня нет. Какой бы у тебя были причины вернуться из США, потом из Австралии? Что бы ты сказал тем, кто хотел бы уехать из страны навсегда? Это личный выбор каждого человека. Я не буду осуждать того, кто вернулся или кто остался, кто как живет. Это личный выбор каждого человека. Каждый человек делает себе выбор так. Некоторые есть люди. У них там здесь семья, активы какие-то в Казахстане они возвращаются. У других людей ничего нет в стране. Их только обобрали. У них одни разочарования в жизни. В личной жизни одни разочарования. По работе разочарования. Эти люди, конечно, не хотят возвращаться. Если у них совсем другое начало в другой стране. Так вот. Это все зависит индивидуально. Каждый человек. Но то, что лично меняем, обратно вернуться. У меня, во-первых, я там был прикомандирован туда. Как бы я должен был вернуться сюда. У чего у меня был шаг. Я хочу был шаг до конца отработать. Третья причина. Я устал за границей, если честно. Когда ты за границей работаешь, на большие корпорации. То есть и выходные приходится работать, и день и ночь приходится работать. Как бы устаешь там за границей жить? Серьезно. А здесь ватрау-то не так? Ватрау не юзут? Ватрау нет поменьше. Они уже не могут тебя там... На той стороне законы есть. Они стараются не грузить тебя так. Потому что они знают, что ты мало получаешь. Да. Ну, мало по сравнению с ними. Поэтому они стараются так много работать. Ну, дают работу. Работа есть. Просто это все зависит, как ты ее исполняешь. За мои 7-8 рабочих дней, часов, то есть я успеваю. Иногда редко уйти не успеваю. Не успеваю, но это редко. А вот за границей когда работаешь, в больших проектах, там бывает, что ты, какой бы ты продуктивный не был, ты за 7-8 часов работу не закончишь. Тебе придется оставаться после работы, выходные работать. И так далее. Ну, видишь, ты работал в компаниях с американскими ценностями. В американских компаниях, ну, допустим, в Скандинавии, ну, и в целом Европе все-таки больше преобладает work-life balance, такая ценность. Никакой дедлайн, никакие скеджулы не могут быть важнее, чем твое здоровье, твоя семья, в крайней мере, в Скандинавии. Ну, возможно, как бы, не знаю, work-life balance, конечно, это важно, да, work-life balance, важно, важно. А с другой стороны, когда сам вернуться, тоже work-life balance улучшился. Как бы время есть, тем более мы сейчас... У меня там вообще ребенок появился, с ребенком посидеть можем, или с женой пообщаться, на улице погулять. С друзьями встретились. Время свободное, чуть больше стало, да, я соглашусь. Понравился наш подкаст? Найди FindYourBee без пробелов в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Instagram и YouTube, и следи за новыми выпусками нашего подкаста. Ну, а теперь перейдем к блиц-вопросам. Дурикулу нужно отвечать максимально коротко. И первый вопрос такой. Что бы ты посоветовал молодым парням или девушкам, нашим соотечественникам, которые чувствуют, что они зашли в тупик, что они потеряли ориентиры, и на самом деле даже не зная, чего они хотят от этой жизни? Что бы ты им посоветовал? Ну, постараться, ну, если такого нет, рядом человек, который мог посоветовать, родительским советом прислушаться. Людям, кто уже жизнь как бы прожил, видел. У нас у казахов не зря уважают людей постарше. Ну, советом прислушиваться старших людей, я бы так сказал бы. И если работу искать конкретно, надо думать, кем ты будешь, где ты будешь работать, и какой у тебя оклад, какое у тебя будущее будет, выбирая искусство или то, уже человек фактически крест стоит на свою финансовую, благосостоятельность в Казахстане. То есть надо заранее думать, у тебя есть джоп-маркет, если кем ты не работал, себя ищешь или нет, знаешь. Таких людей достаточно, да, которые не знают, чем заняться, и все такое, но у них должны быть на это родители, родственники, друзья. Как бы совсем таких, у кого нету ни родителей там подсказать, таких я, если честно, не видел. Какой бы совет ты дал Турикулу в 18 лет, если бы знал о тех испытаниях и возможностях, что ему предстоит увидеть? Ну, с молодости я заметил, что я был слишком эмоциональный. Как бы немного надо быть спокойным, немного спокойным, немного менее эмоциональным. Я как бы лежал из-за своей жизни, как она у меня пошла, чтобы я в ней изменил. Она у меня идет, как я хочу. Но некоторые там, не скажем, проблемы, а сложности в жизни у меня, особенно на личном фронте возникали из-за того, что я там слишком эмоциональный. Надо быть меньше эмоциональным и немного более сдержанным. Во всем. Это мой совет был бы. Понятно. Как ты считаешь, Турикул, что мешает нашим молодым казахстанцам самореализоваться, раскрыться, понять себя? Во-первых, инициатива и четкие цели. У многих нет целей. Это мешает. Ну и сама система, образ жизни у нас. Какова твоя мечта? Мечта, если я здоровым буду, работать дальше, я не думаю, что у меня будет все плохо. Все будет хорошо. Но моя мечта более глобальна. Я хочу, чтобы у нас страна поменялась. Чтобы не было стыдно перед людьми, не было стыдно перед обществом. Чтобы у нас была достойная страна, достойные люди, достойное правительство. Как бы не так, чтобы мы ходили, хвастались. Вот у нас там Головкин есть, вот у нас там Димаш есть. Надо, чтобы люди нас знали. И вообще, зачем хвастаться, если ты так-то хорошо живешь? Перед кем? Кому-то что-то доказываешь. Я хочу, чтобы казахи никому ничего не доказывали. Ни родственникам своим ничего не доказывали. Что они богаты не друзьям, что они успешны, не другим странам, что здесь все хорошо. Что-то доказывать перед тобой и уже показывать, что у тебя изъяны. Что-то есть какой-то комплекс. Это общенародный комплекс, я считаю, у нас есть. Доказывать перед кем-то что-то. Я хочу, чтобы мы были до такой степени достойные, чтобы не надо доказывать никому. Чтобы там Fortune 500 открыл лист. Там как минимум несколько казахстанских компаний есть. Или по внутренним валом продукту уровень образования, уровень экономики. Мы опять же входили в двадцатку. Или 10 стран, которых ты бы лучше посетить в следующем году в мире. Там тоже, чтобы Казахстан был. Ну, когда ты сам развиваешься, не доказывай другим что-то. Тебе не надо это делать. Ты уже становишься автоматически местом, куда хотят люди ходить, ехать и жить. Как ты думаешь, как нам избавиться от такого комплекса? А перестать пускать пыль в глаза и наконец-то заняться собой? Моральные ценности надо переосмыслить людям в жизни. Чего они хотят от этой жизни? Счастье, личное время, семья больше такое должно быть. А не финансовый этот показатель или там хвастовство. Вот это не должно быть. У людей, людям надо пора осмыслить. Я думаю, потихоньку они это осмысливают. Это уже меняется. Понимаешь? Многие люди за границей ездят и уже видят, что за границей уже не так лет живут. Ну, более попроще жить. Это время займет. Это время займет. Как мы экономически лучше станем, показатели у нас экономические, зарплаты у нас средние вырастут. Я думаю, к этому мы пройдем. Я тебе как пример могу сказать. В 80-70-е годы люди у нас очень много алкоголя. Пили, пили все время. Когда возможно, что есть, по подъездам пили, по гостям, водку. Паленая, не паленая. А сейчас уже люди так не пьют. Знаешь почему? Потому что у них появился достаток. Они могут уже водку в любой момент себе купить, алкоголь позволить в любом магазине. Это достаток. Ты себя так не видишь, когда у тебя это уже есть. Пойми. А когда у тебя будет там, у страны будет финансовое благосостояние, стабильность, медицина на хорошем уровне, образование, у тебя уже не будет комплекса доказывать другим, что ты кто-то. Этого надо добиваться. Это все, остановив все это, отстань. Сам по себе. И люди, я думаю, мне кажется, меньше будут хвастаться, то и делать. Если все нормально жить начнут, у всех будет доступ к хорошей базе медицины, доступ к хорошему образованию, и правительство без коррупции работает, мне кажется, это главный фактор. Но еще, возможно, национальная идея. Сейчас идут разговоры по нашему любимому каналу Хабару. Про национальную идею есть все такое. Это тоже хорошая тема, но это не тем чиновникам говорить, учить нас по национальной идее, у которых там заводы, холдинги на родственниках висят, у самих там офшорные щита на командах. Не этим людям национальную идею придумывать. Для этого должны другие люди этим заниматься. То есть ты оптимист, да? Ты думаешь, все будет при нашей жизни? Ну, нет. Я хочу, это мечта моя. Я не могу сказать, что это будет. Мне кажется, по вере в будущее страны среди населения можно также судить по новому тренду. Сейчас модно рожать детей в Штатах среди некоторых казахстанцев, и чтобы человек получил паспорт при рождении и затем дать ему лучшее будущее. Это модно среди определенного слоя населения, скажем. Ты говоришь про слой населения очень тонкий. У кого модно? Там друзей своих, тех, у кого есть какой-то финансовый достаток, образование. Основная масса людей, основная масса, если ты приезжаешь в Атрав, в аулы поездишь, другие регионы, об этом и не думают. А это у них даже мыслях нет. Единственное, что они хотят, они хотят справедливости, они хотят мира над головой и хотят благодостатка, работы. Все. Единственное, это 4-5 вещей они хотят. А люди, которые, я извиняюсь, от жира бесятся. От жира бесятся, да, они в Америку хотят свалить и туда-сюда. Один известный блогер есть в интернете, Ежан Рашев. Мне его статья понравилась. Он написал, типа, вот сколько там эмигрантов видишь за границей, там, сирийцы, сомалии, там, у них в стране война, геноцид, там, ИГИЛ нападает, диктатор там всех убивает. То есть, у них действительно очень плохо в стране. А встречаешь казаха-эмигранта, спрашиваешь, а зачем ты эмигрировал сюда, там, здесь сейчас в ресторане работаешь, полы моешь. Он говорит, а я хотел самореализоваться. То есть, мне кажется, это зачастую у нас люди немного от жира бесятся. Мне кажется, такой стереотип у казахстанцев, что за рубежом все хорошо, все богато. Ну, пойми, основная масса народа у нас даже об этом не думает. Ты просто не знаешь. Как бы, ты всю страну не видел, везде не был. А я людей разных встречал. Кто за 60 тысяч в день живет, я встречал. людей еще богатых встречал. Разных людей встречаешь, и ты видишь, что основная масса народа у нас там, не знаю, от силы 2-3 тысячи долларов у них есть на счету. Больше денег нет. Это еще хорошо. Основная масса народа у нас живет от зарплат до зарплаты. Я это не вру. Поэтому и хотят уезжать они. Ну, не знаю, уезжать, не уезжать. Я не думаю, что они за это хотят уезжать. Они хотят просто благодостатка себе. Ехать в Америку рожать, это уже, мне кажется, креативность молодого поколения, именно продвинутого поколения. Вот это креативность такая. Основная масса. Я просто не хочу подумать, чтобы слушатели думали, что все люди у нас такие. Нет, все люди не такие. За границу свалить хотят в основном только кто интеллигентная масса. Ну, и желающие из интеллигентной массы, у кого там работа есть, скиллсет какой-то, в основном такие. А у кого нету из простых семей, из простых аулов, они хотят, допустим, у них цели попроще, к следующему году дом построить, крыши закрыть, машину кредит заплатить, и все такое. Это для них глобальные цели. Дальше этого не видят, потому что у них возможности такие. Последний вопрос, такой, может быть, на более позитивной ноте. Как ты относишься к творчеству МС Сэллоу Бека? Агадамагада? Жламана камана камана сет, жламана камана 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 сет. Я его видел недавно. Он же с моего города. Поэтому спросил. Он же мой, ну, как я к нему отношусь? Он что-то пропал из поля зрения последний вторая. Мне кажется, его продюсеры кинули, оставили его, и он, как бы, и воспользовались им же. Его талант, как бы, талант не был. Они воспользовались этим, и все. Это, он типичная модель как бы, человека. Астанин таких людей много, как он. Он слишком, как бы, такой, колоритный, там, популярный. Но в основном так, простой человек, когда он выявляет, появляются у него деньги, или там, слава, им пользуются у нас везде. Потом все, все его бросают. Ну, и мне кажется, МС Салобек, он творчество, не творчество, он один из таких примеров. Понимаешь, мне его просто жалко. так вот. Опять не так позитивно получилось, просто я про МС Салобека слышал, что он опять на улице валяется, все такое. Да, ужасно. Сэлеви. На этом передача наша подходит к концу. Турикул, спасибо тебе большое за твое время, за содержательную, интересную беседу. Хороших тебе выходных. А, ну давай, все тогда, удачи тебе, хорошего дня. Рахмет. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание, и до новых встреч. Ну что, ребят, это был Турикул, человек, который за словом в карман не полезет, человек с активной гражданской позицией, не умеющий вилять и говорящий правду. А в следующем эфире, в следующем выпуске будет также мой друг Бейб с альтернативными взглядами на жизнь, на работу. Подписывайтесь на подкаст Find Your Be, если вы не подписались, и до новых встреч. Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество. Наша цель сделать людей внимательнее к себе, быть свободнее и счастливее. Если вам понравился подкаст Find Your Be, подписывайтесь на него на iTunes и Google Play, а также следите за нами в Facebook, Instagram, Вконтакте и на сайте findyourbe.com. Также вы можете сделать подкаст еще лучше и помочь другим, оставив отзыв на iTunes. Помните, только вы определяете, что для вас счастье и успех. Найди в себе своего баттера, и твоя жизнь больше не будет прежней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok